Так, вчера тот, что он мне написал, я ему дал ответ краткий, я вам скину его. Надо остановить его, чтобы он не ездил. Почему? Ползимы прошло. А то он всей семьёй сейчас решил среди зимы приехать. Вопросы-то задал какие? Нет, это ещё вопрос. Может быть, он говорит о следующей зиме. У него всё непонятно. А, ну вот я ему написал про это. Я говорю, тогда, только если осенью, когда работа кончится. А так, что ты приехал сейчас на два месяца? А вот днём-то... Вы видите, он в этих датах, он разбросанный совершенно. Он то в феврале, то в ноябре. У него это всё как-то, в этом смысле, он как ребёнок непонятно, неконкретный. Не в этом дело. Вот я вам приготовил уже кучу вопросов к нему. Ну тогда давай, засчитай. Очень жёстко задайте ему эти вопросы. Жёстко. Давайте, давайте. Чтобы он дал подробную информацию о себе. И даже начать именно с этого. Мол, дорогой брат Стив, я рад... Володя, пойдёте, пойдёте, пойдёте. Ну ты слышишь это? Ну можешь спрятать-то? Перед самым микрофоном стоит. Ну чё ты так это, безразличная? Кошка мягкая тут сидит. Ну-ка начни снова. Значит, и очень жёстко мол, дорогой брат Стив, я рад общению с вами, но очень удивлён, что вы не говорите о своём, ну о своём местонахождении в православии, о своём. Что меня очень волнует. Первое. Вопрос. Просто буквально по вопросам. Номер первый. Вы пять раз были в России. Где вы были? С какими людьми вы встречались? Мне очень интересно знать ваши первые шаги к России, по приближению к России. Первый вопрос. Второй вопрос. Вы приняли православие совсем недавно. Детали нужны. Какое православие, в какой церкви? Я знаю, что у вас официально две церкви. Зарубежная, православная церковь в Америке за рубежом. И православная церковь в Америке. Но вы говорите о какой-то катухумене. Я не понимаю, что это такое. Расскажите. Расскажите подробно, какую церковь вы нашли, которую вы называете православной, и в ней вы крестились. Мне очень важно это знать. Третий вопрос. Ваш друг Вокер, близкий друг, как я понимаю. Но почему он на протяжении более чем 20 лет не является православным, хотя как будто бы навсегда приехал в Россию? Он отрицает православие. Он не принимает православие. Потому что для меня это тоже важный вопрос. Так как Россия это исторически православная страна. Исторически. И когда... У нас есть всегда протестанты. И были протестанты. Но не в таком количестве, какое появилось в 90-х. Когда сюда приехали все миссионеры со всех стран переделывать нашу историю. И православную историю на протестантизм. Это огромная путаница, которая продолжается до сих пор в душах русских людей. И как вы к этому относитесь? Как близкому другу? Как я понимаю. Вот эти три важных, главных вопроса, чтобы понять, кто он, этот самый Митчелл. Даст ли он глубокую, глубокую характеристику, хорошие, глубокие ответы на эти вопросы. Тогда хоть немножко поймем, что это за человек. Потому что, Игнат Ильич, он мне надоел. Он мне надоел, и он меня раздражает одним и тем же. Его интересуют дома, сколько домов, размеры домов, как купить, сколько стоит. Куда он лезет без гражданства? Кто ему что продаст? В итоге вы ему после этих трех вопросов и так и скажите, что мне хочется немного понять и глубже понять, кто вы такой. С вашим интересом к православию. Очень прошу глубоких ответов на мои три вопроса. А четвертый вопрос, завершающий. Как вы не понимаете, я вот сейчас приеду к вам и захочу покупать землю. Кто мне купит землю, если я не гражданин Америки? То же самое и здесь. Почему вы так льетесь в Россию и пять раз уже здесь были? Где ваше гражданство? Кто вам что-то продаст в чужом для вас государстве? Ну не правда ли это глупо? Вот об одном и том же долбает он про свои дома, про эти правила в вашей деревне. Вообще не вы живете, в одном доме вы живете или в разных домах. Эти такие абсурдные вопросы, как сегодня он задавал. Община у вас одна живет в одном доме или у каждого свой дом, свое хозяйство. Это, в общем, просто надоело мне все это слышать от него. А главное, он не отвечает и не говорит, кто он и куда он едет. И на самом деле, почему он все говорит о покупке, о покупке, если он не имеет гражданства, если он никто. Так ему и скажите. Вот я завтра покупаю билет и прилетаю к вам, чтобы купить у вас землю по соседству. Или даже у вас, если у вас есть лишний кусок. Вы мне продадите? Мы оформим документы запросто в два дня. Поймайте его на этом. Вот и все. Ну, я тогда с последнего начну. Возьмите эту миссию на себя, потому что медленно... Ой, как мне надоело. Он мне так надоело, он какой-то глупый или действительно... Мне возражают очень такого типа люди. Так, я сейчас закончу. Выслушай меня, пожалуйста. Вы очень деловой, вы имеете опыт огромной работы, миссионерской работы. Вообще вы просто окормляете свою общину, всю свою жизнь. В этом смысле у вас огромный опыт. И поэтому вы должны, не я, а вы должны задать эти вопросы, если у него есть интерес входа в вашу общину. Вот и все. Это ваше дело вам задавать вопросы. И требовать очень объемных, хороших ответов. Так вот, с обратной стороны сейчас. Я говорю, не о том, что сказали, я все принимаю. Но последнее, относительно гражданства. Видите, она дает какое? Пушки. Ну, перевод-то какой она дает? Канона, она дает пушки. Ну, что же. Ну, да, ну, да. Ну, поэтому... А я... Я даже не мог догадаться, о чем. Потом стал смотреть, когда по-английски-то, там все понятно. А как она... А почему? А канон, а канон... Это канон, понимаете, что-то канонерное. Это устройство пушек. Да, да, да. Вот и все. Напишите вы все это именно от вас. Потому что это ваша работа. Вы отвечаете за свою общину. И вам так и начать. Мне нужно глубоко разглядеть вас, как будущего возможного члена моей общины. Будьте любезны ответить мне вот на эти вопросы. Сформулируйте все и пошлите мне по-русски. Потому что я по-русски подкорректирую, так сказать, чтобы эти были такие деловые фразы, короткие. И очень с деловым, таким, наукротическим языком. А потом пошлем по-друге. Так вот, я сейчас говорю не о религиозном, а просто о гражданстве. Это вы бьетесь и сколько времени получили, вот это ему скажи. Только по одной этой отрасли я прошу заниматься. Остальное я знаю. Теперь, вы говорите, вот он... Я ему говорила. Я ему говорила. Пролетела мимо, не знаю. Так вот, дальше-то. Какие вопросы первые три задали? Все это можно задать. Но вы же меня предупредили. Американцы, они много не переносят. Им надо короткие фразы, то другое, деловое, там, прочее. Я стараюсь ничего лишнего не сказать. Это одно. Но, судя по вопросам, я теперь проникаю, что у него там делается в голове. Никакого православия-то он не видел и не знает. Но вопросы-то по этому стоят. Он уже цифру 700 засыпил, и она его уже останавливает. Я ему вчера и ответил, что у нас это все соблюдается. Я, наверное, не скинул или скинул. Нет? Нет, нет, не скинул. Нет, но уже ночь была, уже 12 тут, и мы встаем столько. Вот. Тем более у нас тут умер человек, а тут все это... Да, да, да. ...перекидывается. Сейчас поставил его прощание с матерью там, увидите. Мать с ним сказать прощается. И вот здесь я смотрю по его вопросам. Его это интересует. А когда интересует, уже не я спрашиваю. А он, вы понимаете, я ваши слова не пропустил мимо, понимая, что у него другой менталитет, другое отношение ко всему, личного ничего не сказать. А ты мне дай мне подробно то другое-то. Я просто могу его отбросить, оттолкнуть и все. А я гляжу, он уже здесь меня ласкать начинает. Вопросы в конце-то он как? И молится он там, и обнимает, и... Да, это очень противный протестантский стиль такой, слюнявый. Они все, говорю, улыбаются, улыбаются, а потом за спиной неизвестно, что у них в руке. Ну да, у американцев есть они все, все будет хорошо. Она горит там в этом торговом центре, он по телефону говорит, и она плачет, он говорит, все-все-все, все будет хорошо, хорошо, все будет хорошо. Это американское, у русских нету. Ого, поэтому мне наклевать на этот его стиль сладкий, слащавый такой. Брат, брат, у них есть. Так, лишние вопросы я пока боюсь задавать, но я как раз отвечаю ему на его вопросы, и по этими вопросами он пытается уже войти, понять. Я же его совсем не знаю, но только одно. А вы не задайте эти три вопроса. Так и скажите, я хочу вас узнать, дайте мне ответ на эти три вопроса. Он не знает, что. Он не знает, и он не может ответить. Я его ошибу с понтолыку просто этими вопросами. Он там был, показано, где негры стоят, американская церковь православная, но он желает больше узнать. Я через это, вот я встречаюсь с кем-то, ну, на улице, начинаем говорить. Я уже прислушиваюсь, вижу, не православная. Я не спрашиваю никогда. Но теперь он... Что за православная? Какая? Хоть название-то православной, где эти негры стоят? Это ничего не даст, что он ответит. И мне не надо сейчас тревожить. Я эти вопросы принял, я перед Богом молюсь. Они к нему придут без меня. Мне нельзя на него не следять никак сейчас. Он там вообще закрутится. Это не игрушка такая. Он уже со всеми ребятишками готов ехать. Но главное сейчас ему – это гражданство. А остальное все здесь... Он на месте увидит, когда. Тут есть церковь. В этом смысле я и говорю, садатик, как вы дружите с вашим Бокер? Какая у вас дружба? Вы к нему ездили пять лет, пять раз? Или вы пять раз в России пытались начинать оформлять гражданство? Я должен тоже это понять. Смысл ваших поездок пять раз – это немало. И вы думайте сами хоть немножко получить гражданство. И как вы это планируете делать? Вот что говорить – это вам надо сказать. Речь о гражданстве. Возьми, пожалуйста, сестра, на себя. Вам удобнее, скажи. Я такая-то. Он уже знает. Вам удобнее? А тут такие переводы. Да пока придет, да он там думает. Мы до весны не договоримся. Конкретно скажи, каким образом? Вот по порядок свой расскажите. Где вы бывали? Как это бывает трудно? Как это продляется? В какой момент разрешите? Хорошо, обещаю. Вот, один вопрос. А этот вопрос я разбираю так. Пока не трогаю. Вы меня тогда крепко толкнули. Это американцы. Вы говорите, не забывайте. Я сразу все принял, еще подумал. Вы правы. А вы свои слова сказали. Вы меня теперь перекидываете через забор. Я пока не могу этого делать. Я вижу, какой он стоит в саду. О чем он говорит. Это немалое дело. Ему с такой семьей. И поневоле у него вихрь в голове. Что за православие? И туда-назад он возвращаться уже не хочет. А ему я теперь медленно показываю. Сбрасываю материал. Он смотрит, он входит. Он уже к этому прилипает. Вопросы-то какие задал он? Нет, он прилипает только так все. На словах уверяю вас. Нет, нет, нет. Я не могу во всем говорить. Потому что я не бог и не пророк. А вопрос это как раз отвечает уже. Я расцвещаю. Не я ему задал. Это мне теперь легче. И он тогда не смущается. А тут получается, я его уже хватаю, тащу. Вы же сказали, какие американцы-то. Я это учитываю. А что я буду... Я его сейчас просто один раз, и все, кажется, вышиб. Как одним снарядом около пушки. А что, по-моему, лучше все-таки вам сразу понять, кто он. Я уже понял его. Я скажу, я понял. Он ничего не знает. И он сейчас разузнает. Но он понимает, так жить, как люди живут, нельзя. Он мне задает вопросы, которые дороги и милы мне. А как насчет второго-третьего брака там начинает? А как насчет войны? Это то, с чем я борюсь. А как у вас там вот эти деньги? Он сам задает вопросы-то. А я только молюсь. Вы заметите, что вопросы уже не те. А о доме, который они не решались, и он не понимает, как делать. Вот вы возьмите, прямо крепко скажите вопрос серьезный. Вот у нас был Никита. Он прописали его. Через три месяца надо поехать. Там продаляется. И это продляется и продляется. И только через шесть лет получит гражданство. Примерно. Это не игрушка. Но за это время он уже живет, работает, может жениться. И все у него есть. Но это требует продления. Все время надо ему в визовой центр его вызывают. Ну хорошо. Видите, я на вас хотела свалить, а вы опять на меня. Нет, я только один вопрос, только один о гражданстве. Остальное я на вас не сваливаю. Я медленно иду, но у нас этот правильный путь. Я его нигде за воротник не брал, говорит, и не душил. А он может что угодно подумать. Я ему говорю, ты будь только экономный, экономь. А то он снять где-то. Да что это, игрушка что ли снять? Да какие это деньги-то? На всю семью. Три спальные комнаты, чтобы было. Нет такого у нас. Вы поняли уровень его? Я понял уровень, и поэтому я ему медленно подвожу так. Я не могу так вот работать. Вот вчера мне один задает. Они съездили туда, поехали в Москву. Наши благословились, мне звонят и говорят, что там сделать надо-то. А вернее так, я в интернете разговаривал и сказал, нужно снять все, что у Сергея там будет. Как хоронят, то... И они из Москвы сразу несколько поехали, группа. Поехали. И он теперь там, и оттуда звонит, а как это сделать? Вот это как сделать? Он не знает. Мать, я не насторожу, а мать не оттолкнула. Она сказала, я хочу участвовать с вами в вашем сообществе, с чати, когда занятия идут трижды в неделю. И он вчера и говорит, ну она сейчас такая расстроена, может быть отложить где-то? Я говорю, нет, Вячеслав, не так. Вот она там, это мы за нее решаем, это неправильно. Ты сейчас думай, она придет время, придет, скажет, я была в таком положении, она от него не отходила. 17 лет-то она нянщилась-то с ним-то. Куда такого, Танюш, из-под него надо убирать, ему откачивать, из живота там у нее провода идут, трубочки. Я говорю, и сейчас, если мы ее не пригласишь, ты ее сегодня, а теперь она сказала сама, желает, теперь ей надо скинуть как адрес, как войти. Так она может, надо, о, а она никогда не сможет сказать, что в трудную минуту ее покинули. Ты вперед-то думай, что она может сказать. А когда ты ей сейчас сказал, а она говорит, я сейчас сегодня на даче не могу, там прибираюсь, она уже эти слова не скажет никогда. Мы очень галантно, тихо, по верующему обратились к ней. Вот так. Мы должны здесь с ним быть очень осторожны. Еще время, если я только одну, не трогай детей, не торопись приезжать, сейчас вот это вот гражданство, гражданство. И вы долбите, и долбите, как это трудно. У нас тут одна сейчас умерла, она, Настя, видели, может, четверо ребятишек. А она с Казахстана приехала, она родила здесь, она природная, и она ничего не может сделать. Она вышла здесь замуж, у нее уже четверо ребятишек. Гражданство не дают, так рядом, Казахстан, рядом. Я не знаю, умерла она гражданка или нет. Тут политика, не пускать Россию отдать другим. Тут политика, это политика настоящая. Россию отдать другим. Я это знаю, я сама этот вопрос изучаю, и я сейчас, буквально позавчера я смотрела какие-то новые там каналы, что все-таки Путин делает некие послабления, но опять люди, вот которые, я отношусь к этой категории, возвращенцам. Да, сейчас, сейчас, подожди. Слава Иисусу Христу! Можно, 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 приходи, помолимся. Сестра заболела, и каждый день сейчас вот прибегаю, приезжаю, чтобы помолиться вместе. Татьяна. Ну хорошо, простите, не буду больше утомлять долго. Хорошо, я беру на себя вопрос гражданства, а вы все... А я остальное, тут я даже вопроса ни одного не знаю, я отвечаю готовый на его вопросы. Я этим его не отталкиваю. Я внимательно отвечаю. Вы отвечаете, но вы имеете полное право задавать ему вопросы, чтобы больше его узнать, как кандидата вашей общины. Вот смотрите, он если приедет, ему никакие другие не нужны будут, тут вот в чем дело-то. Когда он увидит, какой порядок, какая членность, такого он нигде не найдет. Я уже не трогал, а он уже ищет. Оно войдет, у него уже ячейка готова, он ее вычистил. Ты не забываешь... Еще раз, мы говорим о разных вещах. Я 56 лет тружусь в этом направлении, поэтому мне тут, я боюсь и всегда, как бы человека не оттолкнуть. А вот оттолкнуть, а я как раз очень беспокоюсь за вас, что вы не хотите его изучить поглубже, поглубже, его православие, какое православие. Вот, а потом, что там, вот опять эта дружба с лопером-протестантом, это очень интересно, меня это очень напрягает. Друг-протестант, 20 лет и больше в России, и не собирается ни в какое православие. Ему хорошо быть в протестантизме, и русских людей он переводит наверняка в свой протестантизм. Это ложный путь. Я бы задала вопрос, ему задала вопрос, как вы к этому относитесь? У нас историческое православие, а ваш друг ломает этот путь. Но я ведь так не могу говорить исторически, я захожу только с евангельской стороны, я ему сказал, Уолкен не звонил ни разу, все, больше ничего не говорю. А остальное он уже сделает, я там вижу, тот хохотунчик, с тем нельзя работать. У этого вопросы серьезные. Он именно недоволен тем, что видит, и спрашивает, а как у нас? Я ему теперь отвечаю подробно, он все, он входит в это, ему это нравится. Он уже будет входить еще 20 лет, уверяю вас. 20 лет он еще будет входить. Ну, сейчас я вам скину и мой ответ, как я ему ответил. Хорошо. Я уже ночью ответил, в первом часу ночью уже сидел все. Ну да, я удивляюсь, когда вы спать-то сидите. Ну, то-то и оно, то-то, даже спать некогда. Но я помолился, и ответ вышел мне какой-то. И надо коротко, одним словом только. Но по вопросам он именно американскую свою идею показывает. Ему это не нравится. А как это у вас? Сколько детей в школе бывает? А как там, сколько детей? Это вопросы серьезные. Для чего ему и необходимо... Для меня в этих вопросах он звучит как формалист. Ему нужна форма, он формальный человек и только. Но не деловой. Он не продвигается дальше в этом. Знаете, у меня... А там какой-то элемент фарисейства в этом виден. У меня по математике всегда были пятерки. Это математический подход. И он в своем роде не так сильно глубокий, духовный, но он человеку ставит рамки. Он за них не залазит и отсекает, как совершенно ненужные эти цифры. Я смотрю на это со стороны, как математика. Вопросы его хорошие. И я их ответил ему. Дальше меня трогать никак нельзя. Его нельзя тронуть. У него вот так сейчас все. Я ему помаленьку подкидываю материалы. Я думаю, что он одни и те же вопросы задает. Я ему задам вопрос, собрался ли он этой зимой приезжать со всей семьей, или все-таки следующей зимой. Правильно? Это вот сейчас, допустим, до осени. Он сейчас к весне к работам вернулся, чтобы... Поэтому счет сейчас приедет, а когда уже вот он в феврале рядом. А там... Что это и дело? Никак. Он осенью заканчивается. Можете представить, сколько стоят билеты, чтобы всю свою рабу? Это быть миллионером надо. Это там 20 взрослых билетов? Это с ума сойти. Это там 25 тысяч долларов. Только на дни билеты. Да, да, да. Я ему сказал, все это эконом. Сегодня я ему сказал. Вам сейчас скину это дело. Чтобы он... Копейки никуда. А то главное снимать. Да ты понимаешь, что такое снимать-то. Это... И ты... Ты выйдешь, и ничего нигде нету. И поэтому его надо сейчас быть на этой стороне, что нигде ни копейки. Зря не езди. Вопросы-то эти узнал. А один раз приедешь только к весне, чтобы проехал, посмотрел, все. С людьми поговорил. Вот. Его не надо сейчас, чтобы он это... Мотался. Он не знает. И понятно, что... Он решил там не быть, и здесь ничего не знает. И как бы не вляпаться туда, откуда не вылезешь-то. Вопросы, именно по-американски, они как раз хорошие. Они хорошие, но звучит глупо, что он всю свою рау тащит. Ему надо бы сначала самому приехать к вам. Он говорит об языке. Тоже вопрос отправили там. Сколько детей там. А его дети. Теперь они все вместе. Ему скорее надо изучить русский язык. Он вопрос-то ставит такой, что я должен прям помогать ему с первой минуты. А как помогать, когда зима и никого нигде нету? А когда летом-то везде и на работе, и везде мы общаться будем. Я ему так же об этом писала. Он какой-то не то глухой, не то глупый, ничего не слышит, не понимает. Одно и то же долгонит. Я ему сто раз сказала, что именно яркая, сильная, активная жизнь летом в деревне. Да, но то, что он спрашивает, это говорит, он не безразличен к этому. Он спрашивает, а как вы библейские заповеди, он интересуется, как исполняет. Он видит, что развал в церкви, это православие, это ничего люди не знают, ни писания, ничего. А он теперь уже видит это дело и изъясняется в любви буквально. Я вижу, это не просто наигранная слащавость какая-то, что он наконец находит хотя бы от счастья пока то, к чему он стремится. А он там пришел, улица, улица, люди-то вообще ничего не знают, православие стоят. 50 человек из крестилки выходят, мы по порядку всех спрашиваем, ни один не может ответить, для чего крещение нужно было. Вот стоят креститься, я подошел, а священник пошел там мира взять, а брат мой там священником, Тобольский. Я говорю, а почему вы креститесь? Да я в армию иду, бабушка сказала, чтобы не били. Я говорю, а вы, ну а это мой товарищ, я с ним пришел. Я говорю, а кто Христос такой? Он подумал, ну инопланетянин какой-то. Вот, в другом месте я пришел, а там и Архимандрит Серафим, кажется, в Кулунде. И он пошел пока это в алтарь, а я в это время скорее раз и подошел. Она стоит там, штанишки поддернула, чтобы ноги-то ей мазать-то. Я подошел и спросил, я говорю, а почему вы креститесь? Зачем? А за прилавком торговка выскочила? Вы что ей говорите? Я ее крестная. Я ей говорю, а кто такой Христос? Зачем мне это нужно? Я партийная. Я тогда священнику говорю, я говорю, знаете, вот в 1937-1938 год 200 епископских голов отлетело. Вам этого мало? А что такое? Да она не верующая совершенно, она стоит, моргает. Он говорит, да как так? Так я тогда не буду крестить. Так кто ты мог спросить-то ее, поп? Ну что ты делаешь-то? Ну, во-первых, сегодня же почти 100% эти воскресные школы в церквях готовят к крещению, проходят катетизацию. Разве нет? Нет, конечно. Нет. Когда сказали, что объявляют, а у нас Войтович, это главный такой был с властью-то где-то, и говорит, вот добились, а сейчас курсы будут готовить. А потом я прихожу, а он говорит, ничего у них не получилось. Три человека пришло, а на завтра никто не пришел. Он доволен. А у нас, мы готовим, у нас 500 академических часов, 500 часов подготовка. Такого нигде нет. 500 часов, ты вдумайся в это. И поэтому они на нас люто ненавидят. А говорю, так написано, от 3 до 5 лет катетизация должна идти. 500 часов, Игнатий Тихонович, именно вы лично проводите? Или вот ваши... Кто-кто это ведет, уроки? Вот, это уроки, которые я вел в университете. А, это давно, в те времена? Ну да, в те времена. Так мы это все и держим, и мы ничего не меняем. Но мы правило одно приняли такое, которое нас буквально уничтожает. Никого к себе не приглашать. Это я знаю, я поняла. Вот открылся дверь, пришел там мальчик. Я сейчас вижу, я же всегда отсматриваю ваши беседы, там один мальчик симпатичный, молодой, с серьезными вопросами. Вот, скажем, он к вам приехал, или даже хочет приехать, креститься. Вы его приглашаете, скажем, на лето, когда вы в деревне, и с ним лично проводите эти 500 часов, чтобы его потом крестить полным погружением. Расскажите вот эту самую систему. Ну, система какая? Или вы подбираете группу людей? Нет, нет, нет. Нет, еще не собираются. Которые желают, допустим, взрослый бывает с кем-то, с ребенком приедет, он работает, а дети с детьми находятся. И у нас медленно это идет, но ежедневно. Он видит порядок, ежедневная молитва, чтение Слова Божия, разбираем поведение. Это когда с родителями приезжают. А чтобы отдельно, вот такие, вот сейчас я в этот, называется, щад рулетка. Это интересная система такая. Ты вот заходишь в нее, а там один мелькнул, второй остановился, с кем-то поговорил. Я уже сейчас буду выставлять ролики. А почему, попутно скажу, Сергей Козлов, который умер, он перед самым концом, это не щад, а ад, опустился туда. И были свидетельства. А теперь его нету. Я стал молиться, Господи, этот дар, который ты дал ему, я прошу мне дать. Я дело его продолжу. И я уже три ролика составил. Что это такое? Чем это отличается от вашей работы? О, это даже сравнить не надо. Это новое изобретение. Вот я, допустим, сейчас войду, щад, называется рулетка. Щад, щад, щад рулетка. По-русски найдете, и там все это покажут, как регистрируется очень легко, там регистрации-то никакой нету. И вот, допустим, я его включил, там стоп и вперед, стоп и вперед, я вперед, сразу, мужчина сидит, о, а откуда эта борода-то? Кто он такой? Там их 180 тысяч, допустим, человек. И они денно и ночью туда смотрятся, знакомства какие, какие-то правила есть. А мы что такое? Мы православные христиане, вышли на благовестие. Вы желаете душу спасти, чтобы в ад не попасть? Вот я готовлю к этому, у меня уже один ролик вышел, и два уже заготовлены. Заготовлены. Вчера мы два раза в сутки, Володя подходит, и мы двое сидим здесь. И один, другой, третий, там бывают пакости всякие, говорят, значит, мелькнул, его дальше нету. Или они выключают, или я ткнул, и он сразу исчез. И больше в этой кутерьме он выйти назад на меня не может. А бывает много очень мусульман там, с ними разговариваем. Вы увидите как. Это очень интересная такая система для людей, у которых ничего нет. Я не верующий, я атеист. Хорошая, хорошая тема. А я ему... От вашей системы, вот эта ваша система, вы через скайп общаетесь индивидуально с каждым. Да. Вот мы сейчас обследуем. То там как-то больше процент, что ли, больше КПД? Да, нет, пока трудно сказать. Я делаю в том, что человек впервые, он никогда на меня не может выйти. Я ему даю ресурсы свои. Наш видеоканал, если тебе там понравится, он тут раз набрал, во, уже вошел. Теперь наш сайт. Но в скайп ты можешь войти. И вы увидите. Следите только за нами. И там такое. Идите по изгородям, собирайте людей, Господь сказал. Вот так называется будет. Один, два, три по номерам. У меня уже один стоит. На два заготовка уже есть. За неделю я могу приготовить 10 роликов, примерно. Я уже посмотрел. Поэтому вы перестали спать уже. Ужасно. Это ужасно. Это все-таки надо и отдыхать. Я вернусь к старому вопросу. Вы сказали, что для вас норма 500 часов катехизации. Да. До полного погружения. Да. Какой материал входит в эти 500 часов? Это я думаю о вашем. Я тебе, я вам говорю. Трехтомник Нового Завета, который у нас. Ну как? Полное толкование. Нового Завета проходим. Ну красный трехтомник. Да, красный трехтомник-то. Дальше. А одну книгу разбирали из Ветхого Завета «Песня песней». Материалы противосектантские. И вот сейчас мы их как раз проходим на наших занятиях. Вы приходите на наши занятия. А. Не получается по времени. Ну по времени получается так. Игнать, Халыч, можно? Она-то вопрос задает о том, когда люди приезжают со стороны. С ними-то спецназ. Ну а с ними, которые приезжают, они, мы посылаем там трудиться, даем материалы. А где он будет тут жить? Такое, чтобы приезжали, мы подготавливали дома, такого нету. Он заходит, допустим, мы познакомились, или книги выписывает, дальше дает вопросы. Он же взрослые люди-то. А бывает, он приезжает от Баптиста, приехал с семьей. Двое ребятишек, третьим беременна, и жена, и они приехали, палатки все. А у нас отдельно купленный домик, он сразу-то его-то расположил. Как это, отдельно нам домик? Ну вот Господь так делает-то. И он принимает крещение, там все мы сняли. Из баптистов. Как с ним? А с ним проводить не надо. Он принял православие, и все. А другой приехал с матерью, с женой, с ребенком. А они крестятся, а жена не приняла. А сейчас она смягчается, все лучше делается. А он хотел потеряевку. Я говорю, что ж ты приедешь, она с тобой не желает. Надо, чтобы она была с тобой. Одним в этот курс, 500 часов, основа этот ваш красный трехтомник. Трехтомник. Тогда его не было. Это я все на память с ними вел, конспект вел. Блаженный фепелакт. Блаженный фепелакт от толкования всего Нового Завета. Ну, надо... И вот он лежит у меня всегда. Вот. А вы ему хотели послать-то, не послали? А я не хотела. Я ему предложила. Я ему сделала фото и сказала, что хотите, вы же сами, то есть не вы, а вот он. Я, мол, буду переводить. Если есть у него переводчики, я бы ему это послала. Но он на этом опять заглох. У него возникают идеи, возникают вопросы и исчезают на сто лет. Поэтому он найдет переводчика, я ему тут же пошлю. А вот я, например, этот вопрос, что он, нет, книги не потребовал. Я объясняю по-своему, со стороны той. Мало того, я даже оправдываю масонов. Давайте с той стороны посмотрим. Они желают добра, добра, но без Бога. И вместо Машиаха, которого ждут вас варсарят антихриста. Но они этого не понимают. Чтобы мне разговаривать и понимать, я должен быть им. С его стороны зайти. Ну, я примеры такие даю. Вот на Украине там один был такой, он приходил, узнал, там бабки не помогли. Прокурор, он за галстуки, а сам с автоматом стоит. Во время, когда революция-то была, этот Майдан-то у них. Его фамилия Билый, Сашка Билый. Музычка. Его, по-моему, убили, да? Убили. Так вот, мне спрашивает там один этот Игумен, Кирилл Сахаров, и говорит, ну вот вы со всеми находите общий язык. А вот с этим Сбилым нашли бы. Я говорю, я бы искать не стал, потому что это я. Я этим готовился быть, кем он стал. Меня Христос спас от этого. Он что, убивал? Я это хотел делать с коммунистами рассчитывать все. Я готовился и готовился. Революционный путь. Да. Вот поэтому я говорю, у него три дяди всех расстреляли, и вы его поймите. И он никакой справедливости не видел. Ну а убить-то его проще всего. На ручки надели и три раза в сердце выстрелили. Куда это годится-то? Да, понятно. Так вот, теперь он задает, задает этот, Стив-то, вопросы какие-то. Я уже смотрю, как у него дальше идет рассуждение, чего он ищет. И в этих ответах я уже не задаю вопрос. Я должен быть очень осторожен. Это работа миссионера. А просто так, с налетом-то, это те фальшивки, которые люди пытаются выдать за истину. Они не знают этого. Я должен поставить в безопасность себя, в первую очередь. Чтобы обвинение во время, когда мы начинаем работать, когда он у меня ночевать будет, чтобы он меня не боялся. Чтобы он увидел, что я забочусь о нем. Ну, насчет страха я не знаю. Но это хорошая идея, его зазвать сначала одного, пройти тот самый курс капитализации. Пяти часов, пятьсот часов. Да, он это увидит. Допустим, вот этот у вас в том-то он не попросил. Я с его стороны думаю. Так, я теперь получу, она его отдала. А я ничего не понимаю. По-русски что? Тут его можно оправдать, понять. Если бы был перевод на английском, он бы сразу взял. А теперь перевод отсюда можно копировать. И частями ему перекидывать. Я думала об этом, начать заниматься этим. Но это большое количество времени. Конечно. У меня есть один священник, ну, на пенсии, старичок один, который переводит также через эту программу, трансплейтинг программ. Он такой замешан на Бердяеве. Бердяево переводят на английский. Вот. Но он тоже, я ему предложила перевести, начать вместе нам собраться, потому что он свободный человек. И значит собраться вместе хоть немного. Хоть тогда у меня к вам будет вопрос. Это все-таки большая вещь. Вы ее знаете, наверное, наизусть. Правильно? Да. Отметьте мне из этих трех томов самые главные темы. Основа такая. Foundation, как сказать. Ну, основу. В предисловии. В предисловии. Просчитай там полминута. Одну минуту считай только. Открой корочку. Возьми в руки. Первый, второй. Одинаково. Везде там. Везде начало одно. Первый. Страницу открывай. В самом-самом начале там. В первой стороне. Ну-ка. В предисловии к позднейшему изданию. Ну-ка. В истории Блажену Феотееву. Нет. Еще раньше. Раньше. Раньше еще. Самый где заголовок прямо. Тут титерный лист. Ну, вот тогда читателям предлагается первая книга в трех том. Да, дальше. Полкование. Дальше. Это что ли? Да, да. На основе. А я этому говорила. Я этому стимулы зачитывала. Так. Что это именно Блаженный Феофилак. Одиннадцатого века. Это просто начало православия. Такой фундамент православия. Потому что очень много теологов, богословов на протяжении двадцати веков. А вот это самая-самая основа. Да. Теперь. Кроме Златоуста, кроме Василия Великого и так далее. Это на ваш вопрос. Считайте дальше. Что там написано? Так. По порядку. Прямо где начали считать дальше? Ну, Феофилак. Очень часто Феофилак говорит об исключительной необходимости изучения Священного Писания и обязательности проповеди всех христиан. А это как раз Стив, то этим и занимается. Это прямо в цель. Дальше что? Так. Так что, если бы не указывать автор этой книги, благочестивые православные, наверняка бы заявили, что это пишут баптисты или другой эффектант. Вот ко всем трём тамам это предисловие. Вот в этом весь смысл. Знаете, есть... Показание на откровение Иоанна Богослова, составленное Геннадьим Фастом. Да-да-да. Так. Повсято. Хорошо. Хорошо. Я, значит, этот кусочек, я ему переведу дословно и пошлю. Да. Повторились? Да. Перевести вот это. Сказать это все три тома, а они об одном. Есть такое выражение Мартина Лютера. В мире есть одна книга Библия. И одна личность Христос. Вот в этом все три тома. А я увидел, что он это как раз и любит. Вот Стив-то, это как раз... Ну да. Ему... И это... Да. И это он желает найти уже в церкви, а не вне церкви-то. Это... Поэтому я хочу понять, какая у него церковь. Хорошо. А тогда же это не имеет значения, какая. Он увидит, какая она должна. Ему это не надо там собирать ошмотки какие-то. Люди мирские приходят в церковь. Из баптистов приходят. А у баптистов крещение правильно. Зачем ты пришёл сюда? Они живут более чисто, чем православные. Так вот надо понять, где он... Вот теперь мне не надо ничего говорить. Я по вопросам вижу, он идёт правильным путём. Что он ищет? И поэтому он может православие там и финляндское искать, и новозеландское. Он увидит, какое есть у нас старинное благочестивое обычае. Вот ему больше не надо то знать будет. Он хранит детей теперь, а я храню его. Чтобы он не сосарил свою душу. Ну, видите ли, вы всё на меня сваливаете. А я повторю странный вопрос. Если бы он хотел чуть-чуть и поговорить не по телефону, скайпу, не знаю, до сих пор на скайп меня не приглашает, то приехал бы сюда. Он был здесь рядом со своим Джордан Виллом. Он не приехал. Я в этом даже не обвиняю его. Он ещё не... Это я не обвиняю. Я просто говорю о том, это был у человека шанс. Очень, так сказать, нетруднозатратный вернуть хоть на час. Он нестандартный. Мне кажется, я заметил бриллиант внутри его. Да? Да. Я не просто так. У меня, повторяю, 56 лет непрерывного труда с людьми. Передо мной прошли не два, не три, а, может, сотни тысяч людей. Я знаю, но меня очень жалко, что вы свой драгоценный КПД тратите, как вы потратили и на Никиту, как вы потратили на Малыша. А не пройдёт мимо. То, что человек отошёл и сегодня враждует, семя осталось там. И когда он там увидит, куда он идёт и делал, у них бывает такое бурное раскаяние. У меня приходили такие, он воевал, а теперь со слезами падает перед всем и просит прощения. Я вот это вижу. А люди-то говорят, а он такой. Да, такой. Но мы не знаем, что будет завтра. В руке Божьей всё. А раз я молюсь, вот ко мне приходит, вот сейчас сестра придёт молиться. Это не менее семи раз в день. Я не могу никуда разум повернуть. Он у меня идёт под твёрдой колеей. Я включу, я включу это, кроме 500 часов, плюс семь раз розарики. Да, молитва – это три святые и сто поклонов. Это один раз. И своими словами. Это один раз считается. И вот таких заходов семь раз каждый день. Простите, ещё повторите. Три святые. Три святые. Ну, знаете, Царю Небесную Теши, дауча Наш. И потом, и сто поклонов. Сто поклонов святым, Божьей Матери, Христу. А потом своими словами. Это один раз считается. Это один раз. Один. И вот таких вот три святые и сто поклонов семь раз в день. Каждый день. И тогда тебе лишние слова не подойдут тебе. Почему? Ты оградой ограждён. Поклоны. Сатана очень боится поклонов. Вот это исключено в протестантизме. Вы же знаете. У них ноль. Они не знают, что такое поклон. Вот поэтому мне не надо ничего лишнего говорить. А когда будет здесь, он это увидит. Он уже обнимает эту обстановку. Да. Согласна, согласна. Почему я это записала? Я это добавлю к его 500 часам капитализации. Я им это объяснила. Должна объяснить. Вы молитву Царю Небесную знаете? Молитву Царю Небесную знаете? Нет, нет, нет. Конечно, никогда не слыхала. Нет. Так вот, слушай внимательно. Это сколько слов? Я вступительный в университете делал на каждом занятии молитвы. И я поясняю молитву Царю Небесную. Я сказал 60 проповедей на эту молитву. 60. Записано, нет? Записано, видимо, на плёнках-то. И это у меня материал ещё до 1000 часов, который не раскупорен и лежит. 60 проповедей? На молитву, объяснение молитвы Царю Небесную. На одну молитву только я объяснял, 60 проповедей, не повторяясь. Вот поэтому я очень осторожен. Я знаю, что мнение открыто, я не знаю, я целиком доверяюсь Богу. Господи, вот это простое дело? Не знаю. Ты сам положи на сердце. Вот она спрашивает, а помолились? А ответа? А я ответ жду. Но ответ такой, мне нужно, чтобы Бог указал, что Он сказал по Писанию. Этот стих я посылаю и говорю, ищи своего духовника, теперь молитесь. И что Бог через него ответит, я иду молиться. Вот тогда это будет надо. Я не даю ответа. Я просто выпрашиваю у Бога Его Слово. Какое место Писания? У меня совершенно другой подход, который начинает оракулствовать, там говорит, где-то у меня этого нет. Я вообще не знаю. Меня обвиняют, по пустоту бьют. А вот он думает, там, старчество, там, я ничего не думаю. Я только молюсь, мне думать не надо. Мои мысли мешают Богу, отвергнись себя. Господи, царствуй во мне. Да, да. Не я живу, но Христос живет во мне. Вы у нас всегда в молитве, каждый день. Мы поминаем вас. Я, вы начали сегодня утром, когда я уходила, вы начали с критики, что мол, я пропала, я пропала. Да. Я докажу, что это ошибка, ошибка. Возражаю вам всегда. Имейте в виду, со мной общаться тоже не очень. Я возражаю. Одним словом, я вам на электронную почту просто послала. Я не нашел, там нету нигде, ничего нету. Хорошо, тогда повторю. Пошлю еще раз. А как, почему нету, так как вы могли? Сейчас объясню. Так, сейчас объясню. Я увидела, что ваш Володя стал начитывать замечательную книгу Неклюдова. Да. Вот, это замечательный человек, и замечательная была идея о крестово-одвиженской общине. Да. И я вам тут же написала на электронную почту, мол, замечательно, что вы стали эту книгу прочитывать народу. Я вам тут же подбросила кое-какой материал, это все углубить и расширить. То есть, есть лекция о Неклюдове. Я вам послала эту лекцию. Лет 10 назад ее читал один человек. Такое свято-владимирское семинарие в Москве. Очень хорошая лекция. Этот человек очень глубокий лектор. Он, конечно, видно, что он болен. Он говорит медленно, с трудом, заторможенно. Но это и хорошо, потому что материал он дает очень емкий. И когда он говорит медленно, это даже нам помогает все глубоко понять и освоить. Лекция о Неклюдове. И тут же, когда я эту лекцию вам посылала, выскочил материал, выскочил фильм, который я не знала. Замечательный фильм, сделанный где-то тоже очень давно, в начале 90-х. Именно о Неклюдове. И я вам тут же послала с пожеланием включить это в Володина чтение. Володя читает главу и потом завершает, предлагает зрителям, слушателям эту лекцию о Неклюдове. Потом, опять же, следующую главу читает и предлагает зрителям фильм о Неклюдове. То есть все это сделать более емким, содержательным. Неужели вы не получили? Я ничего не получил. Сейчас все проверил, нигде нету. Вы можете оставлять по скайпу. Вот сейчас говорите, прямо в скайпе здесь и скиньте. Ну, хорошо. Начинаешь. То есть я, да. Можно вас поправить не Плюдова, а не Плюев. Фамилия у него. Не Плюев. А, не Плюев. Да, да. Прошу прощения. Да. Прошу прощения. Короче, вот я прибавлю еще эту лекцию и фильм. Добавить, углубить, чтобы было более емким и интересно. Хорошо? Так, мы договорились. Сейчас бейте только о гражданстве. Один вопрос возьмите на себя. Вам намного легче, вы этим занимаетесь. Говорить. Потому что у него сразу вопрос. А теперь жди, когда будет. А вы по телефону раз ему, да мало того, еще скинули ему. Это главнейший вопрос. Скажи, все остальное идет как надо. Скажите, что вы ищете, вы уже нашли. Вы подтолкните к этому, скажу. Больше вы нигде не найдете. Это одна община на весь союз, говорит. На всю страну. Я ему сто раз долбила, что это уникальное место, единственное враги. Да. Уникальное, единственное точка. Он заботится уже о детях, спрашивает, скажи. Тут как раз то, что ты ищешь-то. Дети на виду. С ними каждый встречается и говорит. В этом смысле мы как бы опять долбим одно и то же с вами. А он не слышит, не слышит. А может он слышит, да думает, как. Я не могу сказать, что он не думает. Видите? Посмотрим. Хорошо. Хорошо. Есть. Обещаю. Все. С Богом, да? Спасибо. Храни Господь. Каждый день заходи хоть помаленьку, а то прям я истасковался. А я говорю, я вам послала фильм замечательный, лекцию замечательную, а вы мне не ответили. Нету ничего, нету не получал. Сейчас пошлю. А вы мне скиньте вот новое насчет стива. Да, я скажу, что мы получили. Нет, вы сказали, что вы мне что-то там купили. А, ну-ну-ну, сейчас прям сразу скидываю. Все. Если что-то где-то нет, значит, что-то я отвлекся. Вы мне опять скажите, а ну-ка скидывай материал-то. Прямо здесь же. Все, отошел, с Богом. Спасибо.